Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее пяти лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. В обновленном холле Дворца водных видов спорта собрались жители Первоуральска. Горожане пришли на экскурсию посмотреть, как преобразился спортобъект за три года, что шла реконструкция. Показ для Первоуральцев проводит лично глава города Игорь Кобец. Сначала экскурсионную группу ведут к малым чашам бассейна. В этом помещении будет располагаться секция для самых маленьких пловцов. Имеет размеры 7х4 и, соответственно, глубина тут меньше, чем полметра. То есть, это для самых маленьких. Также тут оборудованы в душевых специальные комнаты с пеленальными столами, для того, чтобы было комфортно и родителям, и наши самые маленькие пиральцы приходили. Дети постарше будут заниматься в более глубоком бассейне. Температура воды максимально комфортная – около 29-30 градусов. Оборудованы туалеты, душевые кабины и раздевалки, в том числе и для маломобильных граждан. Пока экскурсионная группа проходит по коридорам, глава города отмечает – совсем скоро обустроят и зону возле ДВВС. Через пару недель уже появится новая входная группа в парк. С определенной аркой, входной группой, сверху будет возможность кафе и специальные настилы, чтобы можно было подниматься спортом. На втором этаже располагается 50-метровая чаша старого бассейна, но сейчас ее не узнать. Здесь обновили практически все, не затронув старую концепцию. На этом же этаже, но в другом помещении располагается уже новая чаша. Она оборудована для игры в водное поло. Людям с ограниченными возможностями, соответственно, тоже поучаствуют. Чаша полностью, можно ее модернизировать под любые соревнования. Можно синдромное плавание, а также, если вы заметили, поперек идет разметка. Мы ее можем делать 25-метровым бассейном. Обновленный дворец водных видов спорта участников экскурсии завораживает. Они скромно спрашивают у главы города о количестве и видах секций и стоимости посещения. Задают свои вопросы и приглашенные журналисты. Игорь Кобет старается отвечать по всем темам, правда, не конкретизирует, во сколько обойдется содержание такого объекта городу. Несмотря на это, горожане отмечают – рады обновлению. Мы в восторге, заинтересовало буквально все. Эти многоуровневые бассейны, то, что можно и с маленькими, и с большими, водное поло, и в то же время просто акваэробики. Столько для людей сделано, я в восторге. Я в восторге. Есть кто-то у вас будет? Внук. Внук, да. Вот я не зря спросила, с какого возраста и когда можно записаться, да. Пока еще бассейн не открыт, и можно пройти по всем помещениям, познакомить с тем функционалом, который есть, с тем наполнением, познакомить с тем, чем можно заниматься не только водными видами спорта, но и тренажерный зал, залы для фитнеса, залы для групповых занятий, чтобы граждане видели, что у нас получилось. Это большой подарок для города, даже, наверное, я бы сказал, не только для города, но и в части для области. Экскурсии для горожан будут проводиться до конца июля. Желающие посмотреть на реконструированный дворец водных видов спорта должны предварительно записаться по телефону. Само же официальное открытие обновленного объекта запланировано на первую неделю августа. Кристина Сепьева и Владимир Махмутов. Интера ТВ.